На канале НТР программа тема дня в студии Алсу Юматова. Добрый вечер. В прошлое воскресенье вся страна отметила большой праздник день медицинского работника. Это праздник со своими традициями. В этот день принято вспоминать уникальные медицинские случаи. Набирайте номер своих лечащих врачей и говорите слова благодарности. Ну и, пожалуй, самое главное, что в день медицинского работника врачи и медсестры могут расслабиться и хоть ненадолго забыть о проблемах своих пациентов. Что вскрывает за собой профессия современного врача и о чем никогда не узнает пациент? Об этом сегодня мы поговорим с главным врачом одной из мощнейших больниц Городой Республики, студия НТР Хабибулла Ахмедов. Здравствуйте, Хабибулла Богомаевич. Здравствуйте. Да, и хотелось бы в такой прекрасный день все-таки и от себя лично поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать процветания больницы и, конечно же, здоровья. Ну и все-таки в профессиональный праздник принято подводить некие итоги, итоги уходящего года, какой-то предыток этого года. Вот что лично вам запомнилось и о каких достижениях вам хотелось бы рассказать сегодня пациентам и нашим телезрителям? Мы подвели итоги прошлого года. Мы одна из лучших учреждений в Республике. На третьем месте все-таки находимся. Запомнилось то, что мы наращиваем объем оперативных вмешательств, объем высокотехнологических операций. Достаточно количество набираем врачей. С помощью главы администрации, Министерства здравоохранения республики мы решаем вопросы выделения жилья докторам, выделения грантов. На сегодняшний день направлено достаточное количество врачей в ординатуру, в интернатуру учатся на специальности, которые нам необходимы. Доктора к осени вернется примерно на человек 10, точно вернется к нам уже обученные специалисты. То есть постепенно и кадровые вопросы в Нижнекамске решаются? Да, да. Кадровые вопросы решаются. Специализация, повышение квалификации, учеба врачей. Достаточно внимания мы уделяем и этому. И нам удается нарастить потенциал врачебной. Я знаю, что в нашей Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице в прошлом году начали практиковать такой вид операции, как пластический. То есть у нас развивается и пластическая хирургия. Это ведь тоже некое достижение. Нижнекамские этого события ждали. Мы уже получили лицензию. У нас имеются обученные специалисты, которые имеют лицензию и сертификат пластического хирурга. В том числе и у меня тоже имеется сертификат пластического хирурга. Мы начали уже эти операции. Мы работаем, имеем уже хороший опыт положительный и благодарность пациентам. Пациенток, наверное, да? Пациенток, да. Как правило. И вот еще хотелось бы сказать то, что первый квартал этого года мы вышли на первое место в республике по индикативным показателям, что тоже немаловажно. И хотелось бы поблагодарить наших специалистов, врачей, медсестер с таким вот серьезным достижением и результатом работы. Ну, это буквально пару месяцев назад пришла такая хорошая, долгожданная новость в Нижнекамск о том, что будут ремонтироваться медицинские учреждения. Да, в этот перечень попали и две наши поликлиники. Мы очень долго этого ждали. Мы думали, получим только на одну поликлинику из программы президента. И деньги и программы. Ну, благодаря совместной работе министра здравоохранения, главы нашего района, и все-таки на следующий день ремонтируются две большие поликлиники. Конечно, несколько вопросов и для нас, и для пациентов увеличилось, то, скажем, проблемных. Но, в любом случае, это принесет хорошие результаты и для пациентов, и для врачей. Потому что создаются серьезнейшие условия, хорошим дизайном, хорошей аппаратурой, оборудованием, холлами для отдыха пациентов, разделением потоков, массодиагностическое оборудование. То есть мы получим серьезный, скажем, багаж и усиление материно-технической базы нашего здравоохранения. Ну, вот такие огромные деньги выделяет республика, это порядка 200 миллионов рублей, то есть сменится внешняя оболочка, нас ждут преобразования, вы сказали, появится новое оборудование и аппаратура. А что изменится внутри? То есть пациенты, ведь они хотят видеть в врачах своих друзей, вот в этом направлении. Вы как-то работаете, Хаббла Богомаевич? Да, будет выстроена очень хорошая логистика движения пациента, раз, значит, сопровождение информационное пациента. Ну, Хаббла Богомаевич, смотря на то, что, в принципе, на сегодняшний день в нашей Нижнекамской медицине, в вашей больнице все достаточно хорошо, да, и прозрачно, тем не менее, существует все равно нарекания от пациента, да, очень часто мы продолжаем слышать не от того лечили, поставили не тот диагноз, там, отправили в Казань. Вот что вы думаете по этому поводу, как, в принципе, относитесь к такой критике? Ну, критику мы воспринимаем, если она объективная. Но чаще бывает, что, ну, критика все-таки звучит, ну, скажем, мягко говоря, ну, необоснованно. Есть на сегодняшний день общепринятые моменты, каким образом должен больной пройти через какие-то, скажем, методы обследования, лечения, направления. Но если человек приходит в больницу и требует у доктора сделать мне, скажем, МРТ или там УЗИ, назначает сам себе, он же не может на поводу больного пойти в доктор, он должен сказать, не так, а вот так, вот так должно все быть. Ну, в любом случае, вот такие вот настроения, ну, есть больные, которые настроены вот так, вот так надо ему, а не иначе. Ну, а все-таки, вот что происходит с обществом, да, хочется понять, почему люди вот озлоблены на врачей, да? Все познается в сравнении. Значит, конечно, если сравнить с другими районами, мы можем сказать, что мы на голову выше в оказании помощи. Наши больные не мотаются по республике. Сегодня мы такая больница, в которой можем оказать практически все необходимую помощь. И оперативную, и обследование, и все. Но если человек сегодня не хочет здесь, там, не понравился ему доктор, к примеру, ну, он не нравится ему его голос или там манера, там, поведение, к примеру, он имеет право потребовать пойти к другому, там же, и поехать в Казань. И даже в Казань, поездив в Казань, возвращаются обратно больные, говорят, мне там тоже не понравилось, у нас лучшие, которые говорят так. Ну, вот, это же понятие человеческое. Получается, ну, мне, допустим, тоже не все же сотрудники больницы нравятся. Ну, я же с ними не ругаюсь, я не, скажем, времени не трачу, и их есть, или на разборки. Мало ли, что мне кто-то не нравится. Если он, я должен сделать так, чтобы он выполнил конкретно свою работу, и как можно лучше. У нас каждая жалоба, каждая жалоба очень серьезно, досконально разбирается. Комиссионно. Не одним человеком, допустим, а комиссией, то есть специалистов, руководством разбирается каждая жалоба. И если имеются какие-то нарекания неправильные у пациента, это одно. Но бывает чаще всего, что пациент, к примеру, даже написал жалобу, а когда разбираешься, ну, это возникло чисто на психологическом уровне, на отношениях. Ну, не понравилось, что его не позвали раньше, чем другого на какую-то процедуру. Или, значит, направили не вовремя, или там где-то очередь надо было выстоять ему. Ну, часто из пальцев выстоянной проблемы, необоснованные претензии к доктору. Доктор сделал все, что было положено по стандарту. Тем не менее, Хаббала Богоманович, хочется вот всей души зачитать благодарности, которые поступили в редакцию еще до начала программы. А также их, значит, написали пациенты вашей больницы НЦРМБ на сайт ncrmb.su. Там есть разделы, гостевая книга и благодарности. Любовь Вкаловская благодарит лечащих врачей Рустема Сайфулина и Евгения Баранова. Они настолько профессионально и хорошо сделали свою работу, что моя реабилитация идет с такой быстрой прогрессией в лучшую сторону, пишет женщина. Раиса Сагдеева благодарит врачей станции скорой помощи. Диляра пишет о том, что нижнекамские онкологи спасли ей жизнь и вернули надежду после операции. Низкий поклон Людмиле Викторовне Сусловой. Алсу Мансуровну благодарит врачей гинекологического отделения, особенно Барашовича Светлану Александровну. Много благодарности поступило в адрес неврологов, врачей первично-сосудистого центра, травматологов, терапевтов. Перечислять можно долго, но вот буквально последняя благодарность, которая поступила на днях. Чулпан Гараева выражает благодарность хирургу-стоматологу Пильщикову Денису Олеговичу. Цитирую. «Я обратилась за помощью в стоматологическую поликлинику с дочкой по поводу удаления зуба. Казалось бы, обычная процедура, но не в нашем случае. У моего ребенка проблема со свертываемостью крови. Для нас каждая врачебная манипуляция, риск и внутренние переживания. Нам повезло, что в этот день дежурил Денис Олегович. Он внимательно меня выслушал, успокоил и сделал свою работу настолько профессионально, что все мои волнения сразу улетучились. Это доктор, отличный специалист, неравнодушный человек. Благодаря таким, как он, мы верим в нашу медицину». Вот такие слова благодарности. И часто к вам приходят пациенты, говорят спасибо или все-таки больше ругаются. Я очень благодарен жителям нашего города и района, потому что они неравнодушны. Они поднимают вопросы, на которые мы должны обратить внимание. Но мне бы хотелось, чтобы они чаще обращались бы в больницу к главному врачу, к заместителям главного врача. У нас есть специалисты по связи с населением. У нас есть куча телефонов прямых линий. Мы организуем встречи с пациентами. Мы всегда готовы выслушать вас, извинить что-то, если к лучшему возможно. Вникнуть в ваши проблемы. Мы сделаем все, что необходимо. Жалобы должны идти напрямую. Мы хотим, чтобы была у нас связь с вами. Жалобы должны идти к руководству больницы, а не где-нибудь со стороны, чтобы мы приходили в одежды. Хотелось бы, чтобы к нам вы чаще обращались. Со всеми вопросами. С благодарностью, с критикой. Мы всегда готовы, мы всегда открыты. Хайбла Богомаш, а что все-таки хочется пожелать своим коллегам? Все-таки праздник, день медика. Я с огромной удовольствием поздравляю коллег с профессиональным праздником. Хочется им пожелать здоровья. Хочется, чтобы они не были, скажем, в стрессе, имели возможность отдохнуть, имели возможность отдышаться, скажем так, чтобы имели возможность погулять с семьей, чтобы, значит, устроить свою жизнь. Заработную плату на сегодняшний день, к октябрьмесяцу, значительно повысится. Это тоже хорошая новость для наших коллег. Значит, хочется, чтобы вы действительно имели возможность работать в хороших условиях, иметь хорошую аппаратуру оборудования, для того, чтобы лучше оказывать помощь нашему населению. И возможность учиться в любом вузе, в любой академии нашей страны. Мы представляем возможность и в Москву, и в Питер, отправляем наших специалистов, чтобы они имели возможность учиться у серьезных специалистов. Ну, большое спасибо, Хаблова Богомаевич, что сегодня пришли к нам в студию, раскрыли некоторые секреты профессии, медицинской профессии. Огромное вам спасибо. Мы еще раз поздравляем нижнекамских медиков с их профессиональным праздником. Желаем море позитива, жизнелюбия и, конечно же, здоровья. Вы смотрели программу «Тема дня» в студии. Для вас работала Алса Юматова. Не прощаюсь, увидимся на канале НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова